Всем опять привет! Вчера я стоял на этой развилке и думал, куда бы мне поехать. Вот туда или вот туда. Выбрал туда, не знаю, хорошо было это или нет, но приехал на обмелевший карьер. И там практически поймал только один щучий срез. И всё. Ну, сейчас поеду туда. Шансов поймать там на самом деле ещё меньше, потому что там карьер ещё мельче, он может ещё сильнее обмелеть. И рыбы там, в принципе, было всегда меньше. Но я в этом году там не был, и поэтому пойду и проверю, есть ли там рыба. Опа, поклёпка! Вот это да, рыба есть! Щурёнок. Вот такой щурёночек. Сейчас мы его заснимем и отпустим. Ну вот и первый щурёнок. Клюнул на резину, которую я вообще рассчитывал на окуня. Маленький такой щурёночек. Но на лайтик тащить всё равно приятно. Очень здорово. Сейчас я его отпущу. Давай, плыви. Опа, поклёпка! Окунь! Это был окунь. Рынок я дёрнул. Я сделал слишком активную подсечку и вырвал в него приманку изо рта. Ну что ж, это неплохо. Великая вещь стабилизатор. Вот вчерашняя рыбалка на обмелевшем карьере без стабилизатора был. Крутила меня как угодно. Забрасывать получалось только так, вот как лодка встанет, так и заброс. А здесь вот грибу в этом направлении оставил. Весло. И всё, лодка в таком положении стоит. Виброхвостик какая-то подделка под Кейтек Swing Impact. А может и сам Swing Impact. Они у меня кучей валяются, так что я даже не разбираюсь, оригинал ли это или подделка, потому что ловят, честно говоря. И те, и другие примерно одинаково. Просто Swing Impact хорошая форма, рабочая, как говорят, форма. Поэтому я её часто применяю. Никогда до этого ещё на этом карьере не ловил. Лодки. А почему? А потому что у меня такой лодки не было, которую можно вот в такую сумочку погрузить и на велосипеде привести к месту ловли. Вот это была поклёвка. Вот это был рывок. Это уже что-то такое на килограмм. Это уже не микро-щурёнок. Продолжим. Опа! Поклёвка! Есть! 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 А это хороший окушок. Это очень неплохой окушок для такого водоёма. Я думал, шурёнок сначала маленький. Это окушочек. Тоже хорошо. Просто замечательно. Я вот сейчас ловлю довольно крупную резину на оффсете. Оффсет нижнеогруженный. То есть взял свинцовую ленточку и чуть-чуть подмотал на оффсет. А свинцовую ленточку это я на Алишке купил. Это специальные грузы для хиробуны. Хиробуны – это карасёвая поплавочная удочка китайская. Эти ленточные груза, они имеют ещё оболочку пластиковую. Это специально, чтобы не загрязнять водоём, если свинец попадёт в водоём. Типа такая забота об экологии. Ну что, хорошее начинание. Опа, поклёвка! Есть! Ну вот, во-во-во-во-во! Сейчас мы будем плавать на покрафте на чьей-то, на окунёвой или на щучьей тяге? Нет, это всё-таки окунёвая тяга. А вот как покрафт поплыл. О, такой добротный акушар авто. Очень даже добротный. Горбач такой. О, сильный-то какой! Ротик открой! Открой, ротик! Глупый окунь! А теперь иди обратно. Нормальный. Нормальный такой акушар. Что-то перестал оклевать. Наверное, надо уже и к дому. Тем более, сейчас солнышко уже сядет. Будет темно собираться. Или велосипед свой не найду. И вот он в такие кусты спрятал. Джиг-головки использую от компании Элитный свинец. В этом году как раз появилась эта компания. Очень-очень-очень недорого. Очень неплохое качество. Хорошие крючки там используют. И есть совершенно разный ассортимент. Под любые условия ловли. И вот под такую можно сказать прудовую карьерную. И под дамбу где нужны мощные веса мощные крюки. Все там есть. Беру теперь только там. Опа! Поклевка! Вот это удар! Вот это работа фрикциона! Лодка плывет уже под действием рыбы. Чтобы носом она туда пошла. Ну-ка, 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 давай-давай! Давай-давай-давай-давай-давай! О-о-о-о! Шчук! Ну-ка, давай-давай-давай-давай, Шчук. О, такой Шчук! Какой красивый Шчук! так все ты освободился с чук ну тогда иди теперь иди кто-то обожает щук ловить я не люблю потому что не склизкие то ли дело суда чистенькие всегда и пахнет очень благородно а вот с чуки они и пахнут неблагородно скользкие липкие после еще лодку драйв еще там парочку-троечку забросов и надо уже на берег от это за водиночку щупы и сразу поклевка вот такая вот рыбалка выходного дня точнее двух выходных дней вчера я решил испытать этот вид рыбалки то есть на велосипеде доезжаю до места ловли и там ловлю спакрафта с лодки вчера было не очень удачно всего один щучий срез на пересохшим карьере зато сейчас было поймано две щучки два или три окуня в общем вполне достойно для дачных водоемов пакрафт дает возможность производить новый уникальный вид рыбалки называется веловодная рыбалка это когда до достаточно удаленного озера едем на велосипеде разгружаемся быстро надуваем по крафт ловим рыбу собираемся и едем обратно домой велосипед при этом остается на берегу а водоем облавливается с портативной лодки которая перевозится просто в сумке через плечо потому что она весит меньше трех килограмм я считаю что без сверхлегкой лодки такой вид рыбалки практически невозможен он гораздо превосходит береговую ловлю потому что водоем который можно обловить с воды облавливается гораздо эффективнее тут тем более вот например береговых подходов раз-два и обчелся с воды доступен каждый квадратный метр водоем кроме того водоем закоряженный если встречаются зацепы то с лодки очень удобно такой зацеп отцепить в общем берите на вооружение покупайте пакрафты с вами был андрей сонар